В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В Видновскому перинатальному центру 10 лет. Я доверяю докторам и верю, что все пройдет замечательно. Главный настрой. Рядом с домом женская консультация открылась в микрорайоне Пригород Лесное. У нас здесь пока открыто два акушерско-гинекологических участка на 40 посещений в день. В Центральном парке отметили Международный день защиты детей. Всех детей. Детей всего земного шара. С праздником! В Международный день защиты детей свой первый большой юбилей отметил Видновский перинатальный центр. Учреждению исполнилось 10 лет. На торжественном мероприятии побывал Дмитрий Книга. В 2013 году Видновский родильный дом получил статус перинатального центра и сегодня отметил первый юбилей десятилетия. За эти годы в стенах учреждения на свет появились более 60 тысяч детей. Причем 4700 родились раньше срока и были выхажены сотрудниками центра. На нашей базе работают более шести кафедр различных университетов Москвы. И мы готовим для работы акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов, реаниматологов. И это круто. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, сотрудники перинатального центра и, конечно же, дети, родившиеся здесь. Женщины благодарны врачам и всему персоналу за успешно проведенные в прошлом роды. Многие из них планируют вернуться сюда уже в ближайшее время. Это счастье, радость в нашем доме. Это долгожданный ребенок. От вторых родов, естественно, жду повторения первых. Пусть все пройдет у нас прекрасно. Мы переживаем, волнуемся, конечно, но я доверяю докторам и верю, что все пройдет замечательно. Главный настрой. Собравшихся с праздником поздравил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. Он наградил лучших сотрудников центра за их многолетний добросовестный труд. Стоит отметить, что благодаря работе коллектива в учреждении внедрены самые современные здоровьесберегающие технологии. Этот центр является одним из ключевых учреждений родовспоможения Подмосковья, который реализует комплексную программу, она сложная из множества мероприятий, направленных на выхаживание детей с очень низкой, экстремально низкой массой тела. Это особая категория новорожденных, это особые знания, это особые навыки и особая ответственность медицинского персонала. От лица главы Ленинского городского округа Алексея Спасского теплые слова в адрес юбиляров произнесла его заместитель Татьяна Квасникова. Примите слова благодарности за вашу верность избранному делу, внимательное, чуткое и доброжелательное отношение к своим пациентам, здоровье, благополучие, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений. Помимо чествований и награждений, гостей праздника поздравляли выпускники перинатального центра – ребята, родившиеся в период с 2013 года. Они читали стихи собственного сочинения и выступали с песнями и танцами. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ. Еще одна новость от Видновского перинатального центра. В микрорайоне Приград Лесной открылась женская консультация. Теперь местным жительницам стало еще удобнее пройти необходимое обследование и посетить врача-гинеколога. Рядом с домом в жилом комплексе Приград Лесной в Международный день защиты детей распахнула свои двери женская консультация. Перерезать заветную красную ленту и поздравить с открытием приехала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. В истории Ленинского городского округа это первая такая знаковая веха развития перинатального центра, открытие филиала в отдельно взятом жилом комплексе. Я желаю всем жителям Приграда Лесной и особенно девочкам, девушкам, женщинам, тем, кто будет приходить и наблюдаться, и сопровождаться вот в этом замечательном месте, в этой поликлинике, в женской консультации. Желаю здоровья. Внутри просторно, светло и комфортно. Филиал оборудован всей необходимой техникой по самым современным стандартам. Есть процедурный кабинет для забора анализов, кабинет УЗИ для проведения функциональной диагностики. И это еще не все. Площадь женской консультации более 160 квадратных метров. Это 10 различных кабинетов и помещений. И есть даже дневной стационар на три койко-места. Помещение выделено администрацией муниципалитета. Также за счет средств местного бюджета выполнен ремонт. И предоставлена служебная трехкомнатная квартира одному из врачей этой женской консультации. Всего в штате филиала два акушера-гинеколога и специалист по проведению УЗИ. Они помогут девушкам и женщинам в решении многих вопросов. Здесь можно сдать анализы мазок, онкоцитологию, сдать все необходимые, пройти полностью комплексные обследования как беременной, так и гинекологической пациентки. Сделать кольпоскопию, провести ультразвуковое исследование. В первый же день работы женскую консультацию посетили 10 местных жительниц, которые мгновенно оценили прекрасные условия. До Видного здесь совсем неудачно добираться, надо пересаживаться на автобусы, то есть на двух автобусах, чтобы доехать до Видновского перинатального центра. Здесь очень удобно будет и комфортно. У нас здесь пока открыто два акушерско-гинекологических участка на 40 посещений в день. Это достаточно большое количество посещений. Я думаю, мы на сегодняшний день удовлетворим потребностями жителями к району пригород Лесной. В дальнейшем, в принципе, мы можем расшириться до четырех участков. Также в планах открытие женской консультации в других крупных жилых комплексах муниципалитета. На очереди – Зеленые аллеи. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. В одном из троллейбусов обнаружили подозрительный предмет. Так начиналась легенда антитеррористических учений в Видновском троллейбусном парке. Как с ликвидацией условной угрозы справились сотрудники экстренных служб, узнал Максим Козлов. К воротам троллейбусного парка одна за другой подъезжают автомобили МЧС, полиции, вневедомственные охраны, скорой помощи. По прибытии следует доклад. 102-я прибыла, поступила в распоряжение начальнику ЧЧС Комаров. Осмотр троллейбусов, вернувшихся из рейса – обычная и даже рутинная процедура. Но в этот раз под одним из сидений водителя ждал неприятный сюрприз. В легенде тренировки на въезде в троллейбусный парк в ходе обязательного осмотра транспорта сотрудникам охраны был обнаружен подозрительный предмет. Было проведено оповещение диспетчера, экстренных служб, проведено ограждение данного предмета и осуществлена эвакуация сотрудников персонала предприятия. То, что легко рассказать, не так просто воплотить в жизнь. Пока у въезда на предприятие собирались экстренные службы, с другой стороны здания люди эвакуировались на безопасное расстояние. Такие тренировки нужны, чтобы понять, сколько времени затрачивает предприятие в той или иной критической ситуации. Однозначно люди поднялись, ровно, четко последовали, соответственно, громкому приказу, который у нас по динамикам был передан для людей, и эвакуировались. Наконец появляется главный герой, который должен дать ответ на основной вопрос, стоит ли опасаться подозрительной находки. После нескольких попыток исследовать сверток, кинолог по поведению собаки определяет, что опасности предмет не представляет. Дай-ка, дай-ка, супер, супер, все. Подобные антитеррористические учения планово проводятся во всех учреждениях Ленинского городского округа. Как правило, и гражданские участники мероприятий, и представители оперативных служб совершают необходимые действия в соответствии с предписанным регламентом. Всем большое спасибо, в первую очередь, за участие. Ольга Геннадьевна, отдельное спасибо вам за четкую организацию работы не только предприятия, но и проведение таких антитеррористических тренировок. Видно, что персонал действует слаженно, осуществляется контроль за действиями сотрудников охраны. Следующее учение планируется провести на территории Дворца спорта «Видное». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Новый проект от телеканала «Видное ТВ» совместно с клубом «Жен мобилизованных». Уже совсем скоро мы представим новый фотопроект «Семья. Ваша опора». И чтобы поговорить более подробно, у меня в гостях моя коллега, продюсер телеканала «Видное ТВ» Юлия Погосян. Катерина, здравствуйте. Привет. Расскажи подробнее, что это за проект? Возникла такая идея совместно с клубом «Жен мобилизованных» и лично Анной Морозовой сделать что-то интересное относительно участниц этого клуба, а их уже более ста человек. Долго думали, как это воплотить в жизнь и решили сделать такую межпрограммку, которая будет выходить по вторникам. Буквально со следующей недели наши зрители ее увидят. Что вообще из себя представляет? Фотосессия. Профессиональная фотосессия. Участниц. Вместе с тем им создается макияж, прическа, профессиональными визажистами, стилистами. И всей семьей вместе с детьми, пока их папа защищает нашу родину, они принимают участие в такой фотосессии. И на выходе получаются красивые фотографии. На выходе у нас отдохнувшая, уделившая себе внимание женщина, счастливая, чуть-чуть отвлекшаяся от повседневного быта и тех мыслей, которые ее могут сопровождать в то время, когда муж находится на специальной военной операции, и рассказ об этой семье, история, чем сейчас занимаются, возможно, какая-то помощь нужна этой семье. Также в этом фотопроекте это все будет отражено. А сколько примерно участниц? Уже сейчас мы провели съемку четырех участниц. Самый активный, кто первый, откликнулись. Проект долгосрочный. И пока, я думаю, мы не сделаем фотосессию для каждой участницы, клуба. Мы не успокоимся точно. Ну и вопрос, где можно будет увидеть эти фотографии? Наверное, все-таки не только для семьи они будут, но и все видновчане, например, смогут увидеть. Несмотря на то, что это все-таки фотографии и такой резонанс, где телевидение, где фото, мы попробовали вместе с коллегами сделать, говорю, вот такую межпрограммку, которая будет идти перед каждым выпуском новостей, каждый вторник. Видео, такая версия этих фотографий, этого текста. Очень интересно получилось. Все тематически достаточно. На телеканале «Видное ТВ» по вторникам, в социальных сетях «МАУК ВДК», то есть «Видное ТВ» и «Видновские вести», также и в газете «Видновские вести». И, конечно, на экране нашего любимого кинотеатра «Искра» также все горожане смогут увидеть тот самый крепкий тыл наших бойцов специальной военной операции. В планах может быть какая-то выставка в ближайшем будущем? Катя, ты знаешь, отличную сейчас идею подала. Возьмем на вооружение, а почему бы и нет? Ведь есть чем гордиться этими достойными женщинами, достойными супругами наших защитников. Ну что ж, ждем тогда вторника, чтобы увидеть все своими глазами. А я напомню, что у меня в гостях была моя коллега, продюсер телеканала «Видное ТВ» Юлия Погосьян. Субтитры подогнал «Симон» В новом микрорайоне «Южное Видное» прошло мероприятие, посвященное Международному дню соседей. Организовали развлекательную программу сторонники партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии». На праздник пригласили и нашу съемочную группу. Веселая музыка, счастливые дети и довольные родители. Во дворе настоящий праздник. Жители микрорайона «Южное Видное» отмечают День соседей. Мы совсем случайно узнали, мы шли просто из садика, увидели, что шарики, музыка, и ребята попросились сюда. Мероприятие открыло серию развлекательных программ в округе, призванных развивать социальные связи и дружить со своими соседями. Организовали праздник во дворе сторонники партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии». Такой формат необходим в первую очередь для сохранения каких-то новых традиций добрососедства. Так как новый микрорайон, все жители только знакомятся с друг другом. Я думаю, что будет полезно такое мероприятие, где они узнают о друг друге и будут знакомиться. Местная жительница Ирина Бушан рассказывает, как только переехала в новую квартиру, сразу познакомилась со своими соседями. Считают, что очень важно общаться с людьми, живущими рядом. Новый микрорайон, и все только приезжают, молодые семьи и знакомятся друг с другом, знакомятся между собой детишки. То есть это важно общение для детей, для родителей. Юные жители активно участвовали в конкурсах и танцевали. Малышей привлекали разноцветные мелки, которыми они умело рисовали на асфальте. Для ребят постарше был организован художественный мастер-класс. Дед, сейчас мальчик, сейчас мальчик у нас на очереди, давай. Потом девочка. Пока дети заняты, у родителей появилась возможность задать интересующие вопросы представителям управляющей компании. Во время встречи обсудили традиции добрососедства и план проведения летних мероприятий. По обращению жителей в ближайшее время местное отделение «Единой России» проведет серию игр по волейболу и футболу для команд из жилого комплекса. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Сегодня, в Международный день защиты детей, в Центральном парке было шумно и весело. Юные виновчане поучаствовали в конкурсах, викторинах, мастер-классах. О том, какие впечатления получили герои праздника, расскажет Юлия Погасьян. Сегодня в Центральном парке города «Видное» собралось более двух тысяч человек. Люди пришли сюда, чтобы отметить День защиты детей и встретить лето. Организаторы подготовили для гостей мероприятие обширную программу. Мастер-классы, конкурсы, праздничный концерт и многое другое. Наконец свершилось то, чего мы все ждали, не только дети, но и взрослые. Началось лето. Сегодня хочу, конечно, пожелать нашим детишкам радости, улыбок, хорошего настроения, чтобы они за летний период успели отдохнуть, набраться сил, энергии, здоровья, чтобы начать новый учебный год. В первый день лета об учебе дети, конечно, и думать не хотят. Сегодня они веселятся и наслаждаются солнечной погодой. Сегодня очень хороший праздник, потому что дети сегодня его отмечают, дарят подарки родителям. Мне запомнилось, как мы сегодня танцевали. Настояние прекрасное, потому что солнечно, ярко, прикольно. Весело-то хоть здесь? Да и вообще первый день лета. Какие планы на лето? Ну, веселиться, играть, как больше проводить время на улице. Праздник начался еще утром и продлился до вечера. Все желающие могли попробовать себя в изобразительном искусстве. Другие выбрали катание на аттракционах. Кто-то стал зрителем увлекательного концерта, а маленькая Маша решила поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте и не прогадала. Выиграла плюшевого медведя с себя ростом. Что ты рисовала на этом конкурсе? Планету рисовали? Планету рисовали. А на ней кто живет? И диалог. Ни один гость мероприятия не остался без подарка. Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева сегодня раздавала вот такие вот мороженки на праздники. Самое главное, наверное, это атмосфера, да? Это детский смех, это улыбки, это радость, это призы, подарки, многочисленные конкурсы, мастер-классы и общее настроение. То есть это праздник детства, мы его чувствуем, мы вспоминаем себя, как мы проводили эти дни. И я считаю, что все удалось. Под впечатлением от мероприятия остались не только дети. Весело в этот день было и родителям, которые с благодарностью отзываются в адрес организаторов праздника. Очень интересно, есть квесты, есть мастер-классы, тот же концерт. Очень все интересно, дети смотрят, всем нравится. Всех детей, детей всего земного шара с праздником. Пусть у них будет счастливое детство. Такое же, например, как у нас в России. Несмотря ни на какие преграды, они улыбаются, улыбаемся. Мы счастливы от того, что такие праздники устраиваются. И они регулярные. Поэтому спасибо устроителям вот этого праздника. И вообще за то, что есть этот международный день ребенка. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»